Всем привет, меня зовут Расси и вы на моем канале на YouTube. Если вы хотя бы немножко интересуетесь тем, что происходит в музыкальной сфере, или может быть находитесь в начале своего музыкального пути, то скорее всего вас очень волнует вопрос, сколько же денег можно реально заработать на музыке. Сегодня я хочу поделиться с вами правдой и показать, насколько реально заработать на музыке. Я думаю, что вы в курсе того, что свои песни можно монетизировать только тогда, когда вы выложили эти песни на музыкальные площадки. Сделать вы это можете только через лейбл, дистрибьютора или музыкальный агрегатор, который можно найти в свободном доступе в интернете. А это значит, что просто выложить свою песню на стенку ВКонтакте недостаточно. Безусловно, ты сможешь прослушать эту песню хоть миллион раз, но монетизировать ее таким образом ты не сможешь. Но как официально выкладывать музыку на музыкальные площадки я расскажу в другом видео. А сегодня я вам покажу, сколько же я заработала на своей первой песне. Для того, чтобы увидеть эти огромные суммы денег, мы открываем отчет, который мне прислал артист-менеджер лейбла Вау Вижн, через который я выпустила эту песню. Ну и вот, собственно, мой отчет. Мы здесь видим, что за один месяц через приложение ВКонтакте в России мой трек был прослушан 239 594 раза. И за это я получила 52 евро. Если нехитрым образом все это дело подсчитать, то за тысячу прослушиваний мы получаем 0,2 евро. Вы не ослышались. За тысячу прослушиваний 0,2 евро. Здесь есть еще такой нюанс. В разных странах прослушивания стоят по-разному. В Беларуси мой трек прослушали 10 944 раза, и я получила за это 0,47 евро. Если эту огроменную сумму разделить на огроменное количество прослушиваний, то мы получаем 0,04 евро за тысячу прослушиваний. Но я не спешу расстраиваться, ведь есть еще такая музыкальная платформа, как Apple Music. И здесь за тысячу прослушиваний я получаю уже целых 1,2 евро. Скорее всего, эти подсчеты не оставят вас равнодушными, собственно, как и меня. Возможно, кто-то из вас захочет забросить это дело или вовсе не начинать. Но мне кажется, что музыкой нужно заниматься сначала ради себя, а потом уже ради денег. Хотя кого я обманываю. До встречи!